Добрый вечер, дорогие друзья! Итак, в эфире наша программа «Про жизнь» и вас приветствую я, философ, психолог Анна Валентиновна Кирьянова. Дорогие друзья, многие вопросы, которые приходят в нашу программу, касаются ситуации, связанной со злыми людьми. Как распознать злого человека? Как понять, что человек подлец? Как понять, что человек может вас обокрасть или использовать в бизнесе? Как понять, что человек способен на низкие поступки и заранее принять какие-то меры, чтобы предупредить опасность? Этот вопрос интересовал человечество, наверное, всю его историю. И в свое время, еще в XIX веке, известный ученый Ламброза даже попытался найти какие-то внешние признаки злодея. Это скошенный лоб, длинные руки, своеобразная переносица, маленькие глубоко посаженные глаза. Ламброза даже выявил типы отравителей, то есть типы лжецов и так далее. Но, в сущности, теория Ламброза все-таки не получила своего развития, поскольку очень многие злодеи отличаются привлекательной внешностью, они ведут себя совершенно естественно и нормально и совсем не напоминают неандертальцев по своему внешнему облику. Агата Кристи в одном из своих эссе обмолвилась. Она сказала так, злодей абсолютно такой же, как и мы с вами. Он также пьет кофе, он также переживает из-за болезней, то есть он также боится умереть, он также реагирует на политические новости, то есть это абсолютно такой же человек. И в свое время, когда были жестокие времена, клеймили воров букву В на лице выжигали, чтобы смотрели на человека и видели, это вор. Или букву У, то есть убийца. Вот таким методом наши далекие предки пытались пометить злодеев, чтобы помешать им в будущем совершать свои ужасные поступки. Мы абсолютно беззащитны перед другими людьми, поскольку ничто во внешнем облике человека, казалось бы, не говорит о том, что он способен на какие-то низкие поступки. И мы спокойно доверяем в бизнесе человеку, который, что называется, кидает нас и обманывает. Мы спокойно рассказываем события своей жизни какой-то ложной подруге, которая потом клевещет и распространяет негативную информацию. Мы доверяем людям. И это самое опасное, поскольку это и есть психологическая ошибка проекции. Мы приписываем другим людям свои собственные качества, и поэтому, как правило, добрые люди становятся жертвами злых. Еще несколько тысяч лет назад в Библии, в книге Иова, страдалец Иов восклицает в недоумении, Как же так? Беззаконные и злые живут благополучно, их дома не ведают страха, выпускают они своих малюток, как стадо. И те, мол, танцуют и прыгают под звуки цитры и тимпана. И живут они долго и благополучно, и мгновенно сходят в преисподнюю. Действительно, казалось бы, почему человек не испытывает каких-то наказаний за свои поступки? Почему внешне он продолжает оставаться здоровым, счастливым? Почему нацистские преступники живут по сто лет, а их невинные жертвы были замучены зверски в концлагерях? Дело в том, что у настоящего злого человека у него всегда остается самооценка очень завышенная. И такой человек, он постоянно оправдывает все свои действия и поступки. У него отсутствует то, что мы называем совестью. У него отсутствует то, что называется чувством вины, сострадания. То есть он живет только для себя. Очень интересно, что настоящий злой человек действительно такой же, как мы, но за одним маленьким исключением. Он не испытывает никаких угрызений совести и считает, что он вынужден так поступать, поскольку его толкают на это обстоятельство. Вот такой ужасный пример, который рассказывает в своей книге личный врач Геббельса. Это соратник Гитлера, тоже был такой нацист, фашист. Он пришел к врачу на прием, и вот он лежит на кушетке с расстегнутой рубашкой, подтяжками. Врач ему делает какие-то процедуры. И тяжело вздыхая, Геббельс говорит, вы знаете, ведь наш доблестный фюрер приказал мне уничтожить 5 миллионов евреев. Это так тяжело, так вообще тяжело и трудно. И врач говорит, да, я понимаю, это действительно такое злодеяние, такое чудовищное преступление. Наверное, вам очень тяжело. И Геббельс говорит, так вы не поняли меня? Дело в том, что я так устал. Я столько сил отдал на борьбу за благо Гитлера, нашего фюрера. И сейчас на меня возлагают такое ответственное дело, такое важное задание. А вы сами видите, здоровье мое не очень. Я очень переутомлен, я очень хвораю. И сейчас меня еще, видите, принуждают вот такое ответственное дело взять на себя. Я очень уважаю фюрера, но он бесчеловечен, он негуманен, поскольку он заставляет меня, меня, совершить вот такие вот действия. И тут врач понял, что перед ним человек абсолютно лишенный сострадания, совести и обладающий крайним, чудовищным эгоизмом, жалеющий только себя. Психологией злых людей занимался в свое время известнейший психиатр профессор Ганнушкин. Он написал много работ на эту тему и пришел к выводу, что люди, которые способны творить зло, они точно так же находятся среди нас. Очень часто они обладают таким вот ханжеским религиозным чувством. То есть они такие сентиментальные. Ученые, кстати, в последнее время доказали, что люди, которые склонны к злу, вот таким вот жестоким поступкам, иногда бывают весьма сентиментальны. Как правило, они очень сентиментальны. Они любят такие фильмы, то есть сентиментальные, слезливые. Они могут жалеть детей, например, если это, конечно, не педофилы. Они могут жалеть животных в некоторых случаях. Но на самом деле, конечно, вся их жизнь, она направлена на то, чтобы творить зло и причинять зло окружающим. Действительно, злых людей огромное количество. И наш писатель Иван Бунин, когда покупал продукты во времена войны, он всегда старался взять продукты сразу, хотя ему предлагали доставить их на дом. И это было бы дешевле. Он говорит, нет, я возьму сразу. Окружающие удивлялись и говорили, почему так невыгодно вы поступаете. Он говорит, о, вы не знаете, сколько злых людей на свете. И действительно, ему ли не знать? Ведь его поместье когда-то было сожжено, а с живых павлинов выдергали все перья и окровавленные птицы, бегали, крича по саду. И это сделали те же крестьяне, с которыми он находился, казалось бы, в дружеских, нормальных отношениях, помогал им, строил им школы, давал деньги и всячески способствовал их развитию. И когда происходили чудовищные времена социальных потрясений, и когда происходили революции, войны, вдруг люди начинали совершать чудовищные по своей жестокости поступки. Почему? Отчего? Ведь казалось, вчера еще это был добрый пекарь или нормальный почтальон, или рабочий с завода, и вдруг он начинает убивать или мучить других людей. А зло таилось в душе, и когда безнаказанность наступила, человек начал эти чувства проявлять. А до поры до времени эти люди живут среди нас. И не случайно Чикатило, известный маньяк-убийца, который совершил более 50 убийств, начал свои мемуары в тюрьме со слов. По природе своей я человек очень добрый, очень мягкий. Кстати, он даже писал стихи. Поэтому, когда мы говорим о злых людях, бессмысленно надеяться на то, что они устыдятся, покраснеют, что им станет как-то неприятно, что они попросят прощения. Очень часто люди задают один и тот же вопрос. За что со мной так поступили? Ведь я никому не сделал зла. Почему мне причинили зло? Почему меня обманули? Почему меня оклеветали? Почему по отношению ко мне совершили агрессивные действия? Причем люди, которых я считал своими друзьями, товарищами, иногда и родственниками. А потому что зло у этих людей, оно находится в их душе. И в средние века было введено в философии, в богословии понятие малифиций. То есть это тогда уже исследователи заметили, что некоторые люди творят зло только ради удовольствия вот это зло творить. Они испытывают удовольствие, они как будто получают жизненную энергию своих жертв. И чем хуже окружающим людям, тем лучше чувствует себя вот такой злой человек. И известный философ Леви Стросс, антрополог, он писал о чем? Что когда человек испытывает злобу, когда человек испытывает зависть и гнев, его физическое самочувствие меняется. Кулаки его сжимаются, ногти впиваются в ладони, он стискивает зубы, у него спазмируются сосуды, у него повышается давление. Он испытывает невыносимые физические страдания. И до тех пор, пока он не совершит злой поступок, пока он не причинит боль, обиду, разорение кому-то, он не испытает облегчения. Поэтому иногда он просто вынужден, как хищник, поступать именно таким образом. Бернард Шоу, это драматург, который прожил более 90 лет, сказал так. Иди по жизни, как по зеленому полю, где светит солнце, где зеленеет изумрудная трава. Но помни, что в этой траве прячутся змеи, скорпионы. Будь осторожен. Итак, будем осторожны. И, надеюсь, наша информация пойдет вам на пользу. Напомню, телефоны для записи на прием. 213 0554, 202 0554. Ну и наш сайт 3w.kirjanova.com. Продолжение следует...